Сирия 27 марта. Террористы ИГИЛ атаковали союзников сирийской арабской армии на востоке Хомса. Боевики протурецкой группировки Ахрар Аш-Шаркии вступили в противостояние с жителями поселения Хамам Аль-Туркман в Раке. Сирийская арабская армия продолжает работы по зачистке местности в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Провинция Алеппо. В административном центре провинции и его окрестностях продолжаются работы по зачистке местности от следов военного присутствия террористов. Как сообщает твиттер-канал Сириотан Ньюс, в период с 9 до 16 часов. Инженерные подразделения сил Сирийской Арабской Республики будут задействованы в кварталах Аль-Инзарат и Алеппо-Аль-Джадид, а также в населенных пунктах Аш-Шурфа, Кафр-Хамра и Анадан. Напомним, эта территория полностью перешла под контроль правительственных сил в середине февраля. Между тем, к западу от Алеппо вновь вспыхнули вооруженные стычки между правительственными войсками и членами незаконных бандгрупп, передает интернет-портал HalabtodayTV. В качестве ответных действий на провокационные обстрелы со стороны боевиков, артиллерийские дивизионы Сирийской Арабской Армии открыли огонь по их опорным пунктам на окраинах деревни Кафрама. Данных о нанесенном террористам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало. Таким образом, боевики продолжают нарушать режим тишины, действующий в Эдлибской зоне деэскалации. Как известно, он был введен по условиям российско-турецких договоренностей от 5 марта. Провинция Хомс. В восточной части провинции произошла вылазка террористов исламского государства, ведущих подпольную деятельность. Военный источник в сети Twitter Mausen сообщает о том, что боевики предприняли атаку на конвой из 10 автомобилей проправительственных сил, который осуществлял движение к северу от города Пальмира. О последствиях налета пока ничего не известно. Предполагается, что к нападению причастны террористы, координирующие свои действия с силами международной коалиции во главе с США, базирующимися в так называемой 55-километровой зоне на юге Хомса. Напомним, ранее не раз появлялись свидетельства того, что на американской базе Ат-Танф, располагающейся на оккупированной США территории, проводятся учения радикальных исламистов. В том числе об этом сообщал один из террористов ИГИЛ, взятых в плен в Эс-Сувейде, провинции Идлиб. На юго-западе региона вновь отмечаются вооруженные стычки на линии разграничения сирийской арабской армии и боевиков, связанных с Хаят-Тахрир Аш-Шам группировок. Согласно информации твиттер-канала Джисарт, военнослужащие сирийской арабской армии нанесли удары по военным объектам террористов в окрестностях населенного пункта Сувхон. В то же время военный источник в сети Телеграмм Алмахармадия сообщает об обстрелах правительственных подразделений в районе города Концафра. Этому предшествовали атаки со стороны боевиков. Так, накануне члены бандформирования Катаипа от Тувар организовали нападение на позиции сил Сар в районе деревни Маарет-Катай. Провинция Рака. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о стычках между протурецкими силами и мирным населением в северной части Раки. В вооруженное противостояние вступили боевики группировки Ахрар-Аш-Шаркии и жители населенного пункта Хамам-Аль-Туркман, который находится неподалеку от Тель-Абьеда. Отмечается, что женщины поселения неоднократно подвергались преследованиям со стороны членов группировки, что и послужило поводом для конфликта. В ходе развернувшихся столкновений ранения получили по меньшей мере три боевика Ахрар-Аш-Шаркии. Напомним, эта территория перешла под контроль вооруженных сил Турции и выступающих на их стороне формирований в ходе операции «Источник мира» в октябре прошлого года. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok